Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя обманут, всё продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате всё равно что-то идёт не так. FunPay поможет просто и безопасно продать или купить игровые предметы или услуги. Ишь ну а лавоверы, как вы там? Каждый ролик я вижу одни и те же сообщения. Ну где же Артес? Когда будет сюжет с Артесом? Почему до сих пор не ввели Артеса? Вроде всех уже вернули в строй, но кроме него. И эти вопросы рождаются сами собой, когда мы говорим про Shadowlands. Близзард вернули уже всех, кого только можно, но про, пожалуй, самого ожидаемого персонажа всех времён и народов ни слуху, ни духу. Хотя нет, сюжетная цепочка патча 9.1 Цепи Господства ещё не закончилась, и под её конец нам показывают воспоминания Артеса и Терзания Утера. Мол, юный паладин-то был ни в чём не виноват, его заставили идти по пути, который был ему совсем не мил. Волнуешься, Артес? День, когда Артес стал паладином. Я хорошо его помню. Честно? Да, ты праведно служишь свету, но моё сердце полно сомнений. Ты многому меня научил, Утер, но иногда я сомневаюсь, что создан для этой цели. На тебя возлагают немало надежд, но ты превзойдёшь все ожидания. Есть идея. Дружеский поединок тебя взбодрит. Конечно, Утер. Нет, я должен был его понять. Почему я не слушал? Ты хотел подбодрить своего ученика. В этом нет ничего плохого. Скажи это всем, кого он погубил. Я наставил его на этот путь. Ты наставил его на праведный путь. Он сам с него сошёл. Да простит меня свет. То есть всё окружение требовало от Артаса одного стать паладином и следовать пути света. Но самому Артасу, кажется, это было и не совсем нужно. Даже свет во время церемонии посвящения в Штормграде не сразу снизошёл на него. Тогда это очень разозлило Артаса. Как и то, что на церемонии посвящения его окружали вельможи, которых он совсем не знал. А его папаша Теренос Минитил постоянно твердил ему «Ты должен, ты обязан». А после церемонии вообще сказал «Сегодня я горд тобой, сын мой». И у Артаса возник резонный вопрос «А почему только сегодня?» «Разве в другие дни отец не гордился им?» Артасу было на тот момент всего 19 лет и от него требовали слишком многого. Но сегодня мы говорим про то, что Артаса возвращают в игру и вот почему я уверен в этом. Сюжет Shadowlands начался с серии роликов «Миры иные» и первым из этих роликов был как раз тот, что показал нам последнюю встречу Артаса и Утера. Затем мы проходили долгую цепочку заданий. Не, не так. Очень долгую и длинную цепочку заданий про сквернение Бастиона, Раскольников и Утера. Именно Утер поражен и ледяной скорбью и принес смуту в Бастион. Он породил совсем другое мышление в головах кирианцев. И если мы перенесемся в конец этой истории, то увидим, что в итоге Утеру и пришлось разруливать эти проблемы. Мы залезли к нему в душу и помогли очиститься от нежелательных искаженных воспоминаний. И именно Утер стал тем, кто сблизил между собой обычных кирианцев и Раскольников. А Кирестия Перворожденная дала волю всем вновь прибывшим душам выбирать, стирать ли их воспоминания или нет. Во время очищения души Утер понял, что натворил. Хоть его и пытались убедить в том, что чувак-то невиновен, Артос сам ступил на темную сторону силы, ты сделал все, что мог и бла-бла-бла. Но Утер понял, что было очень много жизненных моментов, когда Артос просил о помощи. Не напрямую, но все же просил. Но ведь никто его не слышал, да и вовсе не хотел слышать. Утер очень сильно пожалел о содеянном, и во время всеобщей гулянки Пелаги невзначай спросил Первого Паладина про судьбу Артоса. Стремись к чистоте. Утер, прости за такой вопрос, но... Что случилось с Артосом потом? Когда он умер, мы с Дэви забрали его душу и бросили ее в утробу. И Арбитр ничего не знала? Значит, у него еще мог быть шанс на искупление? Как знать? Это было не мое решение. Дэви сбила меня с пути. Теперь я увидел утробу своими глазами. Ни одна душа не достойна таких мучений. Простить можно не каждого. Но теперь я вижу, что даже к таким душам нужно относиться с состраданием. Смотрите. Наше знакомство с Шадоу Лэндс началось с сентября 2020 года. С первого синематика из цикла Миры Иные, в котором раскрывалась трагичная судьба Утеров по смерти. Показали и то, что Артос был брошен в утробу. Сейчас нам уже на игровом движке демонстрируют последнюю встречу Артоса и Утера. А затем заводит разговор о нелегкой судьбе Артоса, которую он не заслуживает. Как и любая другая душа, не заслуживает попадания в утробу. Что это за место? Он пришел за урной с прахом отца, которого сам же не убил. В чем дело, Утер? Что тебя держит здесь? В тот миг я его подвел. Я забыл про добродетели, особенно про сострадание. Мое сердце было как никогда холодно. Я стал ему не учителем и даже не другом, а заклятым врагом. Пускай так, но это воспоминание научило тебя ценить сострадание лучше любого писания. Запомни этот урок, Утер. Ты не изменишь свое прошлое, но волен выбирать будущее. Артас, я должен был попытаться спасти тебя. Надеюсь, для тебя уже приготовлено особое место в преисподней. Нет! Во мне говорил гнев! Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утер. Видишь ли, я собираюсь жить вечно. Утер раскаялся в Садейном, очистил Бастион, помог Кириам вновь сплотиться и следующим его шагом будет, конечно же, спасение Артаса. Ну или хотя бы начало его поиска. И я на 100% уверен, что Близзард, который вели десяток персонажей из прошлого, будь то Вайш, Кельтас, Дрека, Келтузад и так далее, ни за что не пропустят возможности введения Артаса в игру. Причем вводить его будут уже с обеленной совестью, ведь как вы думаете, почему последняя глава сюжетной кампании патча 9.1 была закрыта на ПТР? Все очень просто, именно за ней скрывается наш лакомый светловолосый кусочек хайпа. Что ж, ждем 10 августа, чтобы узнать все наверняка. А чтобы не пропустить новых выпусков, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Для вас был рад стараться лунный монах и новое видео уже скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok